Можно, но сложно, потому что малину я раньше не рисовала и красного песка у меня тоже нет. Зато я нашла колеровочную пасту и теперь буду тестить. И для начала я насыпаю в пакет белый карьерный песок, очищенный, промытый и просушенный. Туда же в углубление наливаю краску и начинаю долго и упорно перемешивать, минут 5 не меньше. Равномерно раскладываю песок по поверхности, рисую бороздки, чтобы лучше просох и забываем на некоторое время. Спустя 2 часа солнцепека я иду проверять. Песок хорошо просох, теперь можно просеять через сито. Все ненужные комочки слипшейся краски я выбрасываю, остается только мелкий песочек. А теперь посмотрим, какой же цвет получился. Вау, такого я точно не ожидала. Ну что ж, с первым делом разобрались, теперь переходим к малинке. Для начала сделаем заброс, а потом уже двумя руками одновременно вырезаем форму малины. Дальше из кулака мы насыпаем в центре яму и заполняем ее песком. Этим же песком из кулака мы насыпаем шарики, из которых сформировано тело малины. Рисунок есть, теперь дополняем его объемом. Для этого присыпаем одну из сторон с большой высоты. Если вы внимательно смотрели на настоящую малину, то наверное заметили, что у них такие маленькие волосинки торчат по всему тельцу. Поэтому их насыпаем тоже. Чтобы ягодка смотрелась более живой, я предлагаю сделать блик. И тут я наставила пятнышки, но что-то они мне показались не очень реалистичными, поэтому я решила их разметать кисточкой. На шариках теней я тоже решила походить пальцами, чтобы придать фактуры. Но и этого оказалось мне мало, поэтому я решила пойти за карандашом. И тут я опустилась в обводку, но не везде, только на световой стороне. И вот она, моя первая малина готова. А если тебе понравилось это видео, то с тебя лайк, подписка и комментарий. Что мне еще нарисовать?